Вопросы и ответы. Это все помещено на нашем сайте. Вопросы и ответы. Вопрос 106. Как можно будет определить время, когда в церковь московской патриархии нельзя уже будет ходить? Повторяю, это вопросы, которые мне задавали, когда я вел занятия в университетах, институтах, школах, в милиции, в воинских частях и три радиопрограммы регулярно вел. Вопросов были тысячи. И они уходили, но я сохранял записки, в виде записки. Вот если бы я хорошо слышал, а у меня рук уже начал ослабевать, ни одной записки бы не было, ничего бы этого не было. И вот как будто бы недостаток, а он послужил во благо. Заранее надо Бога благодарить. Я никогда не думал раньше, что именно через это вот такое сокровище останется. Многие вопросы были утеряны, а записки я хранил. А потом стали просить их опубликовать, расширить. И вот то имеем, что имеем сейчас. Продолжаем. Ответ. Конкретно указать день и час я не могу. Надо смотреть и определять по признакам, как учил спаситель. Но по всем признакам видно, что где-то совсем рядом. Самое страшное то, что отвергли Писание, Библию в церкви и истину Божью заменили ложью. Пророк Иеремия, 2 глава, 13 стих. Ибо два зла сделал народ мой. Меня, источник воды живой, оставили. И высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. Книга пророка Исаии, 42 глава, 17 стих. Тогда обратятся вспять, и великим стыдом покроются надеющиеся на идолов, говорящие истуканом, вы наши боги. Наступит момент, когда эти слова скажут к своим уважепастырям, которых сегодня почитают как идолов. Проповеди нет, жизни нет, движения воды нет. Остается только внешняя форма без внутреннего содержания. Придумали, что Богу нужно проговорить 15 тысяч слов за вечер, зажечь свечу самого отвратительного качества. Они представляют Бога как идола, которого нужно задобрить этим бормотанием. А Бог говорит так, в притче 23-26. «Сын мой, отдай сердце твое мне, и глаза твои да наблюдают пути мои». Книга Экклесиаста, 4 глава, 17 стих. «Наблюдай за ногою твоею, когда идешь в дом Божий, и будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению, ибо они не думают, что худо делают». Евангелие от Луки, 13 глава, 35 стих. «Все оставляется вам, дом ваш пуст. Сказываю же вам, что вы не увидите меня, пока не придет время, когда скажете «Благословен гряды во имя Господня». А в храмах и не видя Господа, зайдите в Барнаул, в Покровский собор или в Никольский храм, посмотрите на главное распятие. Что тут главное? Раны Христа, потому что Писание говорит так о нем». 1 Иоанна 1,7. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Завесили раны любимого моего Искупителя черными тряпками с изображениями католических амурчиков. «И сколько бы я ни говорил господину Вайтовичу и господину Масендичу, епископу Антонию, и уже новому господину Дмитриеву, епископу Максиму, все как с гусей водосних, бабкам потворствуют, и идут у них на поводу. Без этих бабок им уж и питаться будет нечем». Пророк Осия, 4,8. «Грехами народа моего кормятся они, и к беззаконию его стремится душа их». Подписывайтесь на наш канал.